Здравствуйте! В эфире программа «13 этаж» и у нас в студии сегодня заместитель министра образования и науки Архангельской области Елена Молчанова. Елена Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Итак, 1 сентября, полмесяца назад, 14 тысяч жителей Архангельской области пошли в первый класс. Но не секрет, что это радостное событие, еще и серьезное испытание для семейного бюджета. Сбор школьника, первоклассника сравнивают с организацией свадьбы по стоимости. Вот какие данные приводит в ЦИОМ. 50% россиян ежегодно делают добровольные взносы на школьные нужды, сверх того 29% родителей оказывают добровольную спонсорскую помощь образовательному учреждению. Почему так дорого стало учить детей и как двигается система навстречу родителям? Ну, прежде всего, отмечу, что образование, оно бесплатное в нашей стране. Все расходы, связанные с обеспечением учебниками, учебными расходами, заработная плата педагогических работников, это все расходы областного бюджета. И финансирование осуществляется в полном объеме. И никаких задержек, ни смотрения на какие трудности в течение этого года не было. Все то, что связано с содержанием зданий, это полномочия органов местного самоуправления, если мы говорим о муниципальных образовательных учреждениях. Если государственных, то полномочия нашего министерства. Все пожертвования родительские, это добровольные. То есть, никто не вправе, никаким даже коллегиальным решением родительского собрания или родительского комитета, никто не вправе заставить родителя вносить ту или иную сумму в бюджет школы. То есть, ни на ремонт, ни на окна и так далее и тому подобное, это все добровольно? Это добровольно. Кроме того, школа не может инициировать эти предложения. Но, разбираясь с некоторыми из них, мы как бы видим, что зачастую инициаторами являются в том числе и родители, которые хотят, чтобы в классе была другая мебель, другие окна, другие шторы или что-то еще. И не всегда родители, когда выносят эти предложения, понимают о том, что другие родители не могут чисто в силу объективных причин участвовать в этом. То есть, классный руководитель в преддверии 1 сентября или по окончанию учебного года не может выступить с предложением собрать средства на ремонт класса. Образовательное учреждение не имеет права это инициировать. Но, тем не менее, это же происходит, это не секрет. У нас работает горячая линия, поэтому о таких фактах нужно сообщать. И, безусловно, мы со всеми этими фактами работаем. Давайте напомним, телефон горячий. 28 55 85. Ну, вот вы затронули тему учебников. Действительно ли вся литература в школах должна предоставляться бесплатно? И предоставляется ли она в региональных учебных учреждениях? Ежегодно за счет средств областного бюджета пополняются фонды школьных библиотек. Это прежде всего учебники. Кроме учебников регулярно ежегодно закупаются другие учебные пособия. Энциклопедии, словари, художественная литература, изучение которой входит в федеральные государственные образовательные стандарты. Это все полномочия субъекта. И надо сказать, что в Архангельской области все дети на протяжении уже многих лет бесплатно обеспечиваются учебниками. Такие показатели далеко не во всех субъектах нашей Российской Федерации. То, что касается иных каких-то расходов, опять-таки это все добровольное. Ну, а решается ли вопрос с учебными тетрадями? Ведь они под категорию учебники не подходят. Тем не менее, в комплект входят и покупать их вроде как обязательно. В Министерстве образования и науки Российской Федерации утверждается федеральный перечень учебников. Учебники проходят экспертизу. И все то содержание, которое есть в учебниках, это гарантия качества этого содержания. Рабочие тетради – это инициатива издательств, которые выпускают эти учебники. И, к сожалению, процедура такова, что содержание рабочих тетрадей, оно не проводится экспертиза этого содержания. Поэтому ежегодно у нас есть обращения родителей детей, когда их не устраивают те задачи, те статьи, которые есть в рабочих тетрадях. И там действительно есть очень такие, так скажем, нехорошие факты. Поэтому рабочие тетради – это тоже, так скажем, инициатива образовательной организации. По закону Российской Федерации в образовании в каждой образовательной организации должен быть утвержден перечень учебников и учебных пособий, по которым работает школа. Как правило, рабочие тетради туда не входят. Но это опять же решает школу. Это решает школа. Если в этот перечень, этот перечень должен быть в открытом доступе, если в этот перечень включены рабочие тетради, следовательно, школа должна обеспечивать бесплатно рабочими тетрадями. То есть все-таки школа должна бесплатно? Если рабочие тетради входят в комплект тот, который утвержден школой. Возвращаясь к 1 сентября, в какой готовности школы приняли учеников? Все школы в этом году были готовы к новому учебному году. Состоялись комиссионные проверки готовности, в которые входили сотрудники надзорных органов Роспотребнадзор, Госпошнадзор и другие. Конечно же, есть замечания, которые в рабочем порядке устраняются. Это обыкновенная работа, которая в течение всего учебного года будет сопровождаться. Ну, в общем-то, дети сели за новые парты, пришли в обновленные кабинеты. А какие-то инновационные технические изменения произошли и произойдут ли? Ну, ежегодно система образования наобъявляется как содержанием, так и по образовательным технологиям. Увеличивается количество проектов, которые реализуются в электронном виде. То есть, сегодня наши школьники, они, так скажем, интерес вызывают, да, все то, что есть в средствах массовой информации, в интернет-пространстве. Поэтому появляются ежегодно различные новые образовательные электронные ресурсы, и они используются нашими образовательными учреждениями. Ну, электронными дневниками уже многие пользуются. Да, да, да. Есть электронные дневники, электронные журналы, все это активно развивается. И я знаю, что во многих школах уже от бумажных журналов отказываются, потому что, во-первых, это двойная работа, во-вторых, электронный журнал намного удобнее. Лена Владимировна, около 10 тысяч школ в России работают в две смены, как минимум две смены. Понятно, что эта система, она себя изживает, минусы ее очевидны, и президент России Владимир Путин поставил перед регионами задачу отказаться от второй смены. Как Архангельск, вот это поручение, Архангельская область исполняет это поручение? Ну, у нас в Архангельской области порядка 7% школьников учатся во вторую смену. Это большие школы, к сожалению, пока вот на данном этапе не избежать, да, второй смены, хотя максимально все школы прорабатывают вопросы освобождения каких-то помещений, да, которые раньше использовались не по назначению, для того, чтобы перейти на одну смену и вторую смену, посетить в неурочные деятельности, досугу детей и различным, так скажем, кружкам и секциям. Этот показатель 7% на протяжении многих лет у нас стабилен. Для того, чтобы ликвидировать эту проблему, нами подготовлена программа, да, строительства новых школ. В этом году мы уже получили федеральную субсидию на реализацию этой программы, и на первом этапе в течение пяти лет именно будут строиться школы для того, чтобы уйти от второй смены. А какими масштабами будет проходить строительство, вот какие-то, может, ближайшие перспективы? Ну, сейчас бюджет еще формируется, поэтому мне по 2017 году конкретных цифр не сказать, но в этом году мы уже, да, ввели одну школу 1 сентября. У нас было новоселье в Ленском районе, в поселке Урдома открылась новая школа на 860 мест. Это очень большое событие не только для этого поселка, но и для всего нашей области. Сейчас продолжается строительство сельской школы в Вельском районе, в деревне Погост. Это школы на 90 мест и до конца этого года также планируется завершить строительство школы. Ведется, начинается строительство школы в Красноборском районе, в Коножском районе. Кстати, о строительстве. 1 сентября в Архангельской области открылся первый строительный класс. Что это за проект? В принципе, это профильное обучение, но этот проект немножко отличается от традиционного профильного обучения. Профильные классы всегда существовали в школах Архангельской области, физико-математической, химико-биологической и другие. Но в большинстве своем они не имели тесной связи с теми вузами и даже не столько вузами, сколько с работодателями, которые ждут в будущем выпускников, прошедших обучение, вот такое специализированное. Строительный класс – это новый проект и задача его как раз отработать все организационные механизмы взаимодействия образовательных учреждений разного уровня. Школы, учреждения дополнительного образования детей, профессиональные образовательные организации нашей области, Северно-Арктический университет. Все те, кто сегодня готовит кадры для этой отрасли, но совершенно, так скажем, по разным программам. И в рамках этого нового строительного класса наши дети будут изучать не только традиционные дисциплины, физику, математику на углубленном уровне, но это будет начертательная геометрия, это будут и различные спецкурсы, связанные с компьютерными технологиями, с дизайном, с архитектурой. Кроме этого, у ребят по субботам будет своего рода такая практика, где они могут попробовать себя в реальной уже такой практической деятельности. То есть достаточно новое уже, новый уровень, новое качество образования, да? Совершенно верно, которое ориентировано на конкретную, так скажем, отрасль. Но я должна отметить следующее, что мы не ставим свои задачи, чтобы все школьники, которые обучаются в этом строительном классе, и, несомненно, выбрали специальность в институте строительства или в каком-то другом учреждении, где готовят кадры для именно, так скажем, этой сферы. Но в любом случае опыт изучения этих дисциплин детям в любом случае пригодится. Говоря о качестве, эксперты от образования утверждают, в российских школах есть проблемы с кадрами. И речь даже идет не столько о количестве, а сколько о качестве учителей нового поколения. Действительно ли современных учителей еще самих нужно учить? Или к Архангельской области это не относится? Учителя нужно учить всегда. Тем более, если некоторое время назад учитель был главным источником информации, и дети внимали и слушали все, то сейчас ситуация совершенно появилась. Современные школьники живут в очень противоречивом информационном пространстве. И в этом пространстве учителю оставаться интересным и полезным для ребят весьма трудно. Поэтому повышение квалификации это приоритетная задача. Не случайно в законе об образовании в новом произошло изменение нормы. Если раньше учитель обязан был проходить повышение квалификации один раз в пять лет, то теперь эта норма изменилась. И повышение квалификации педагогические работники проходит один раз в три года. Кроме того, в межкурсовой период достаточно много различных вебинаров, краткосрочных каких-то семинаров, которые направлены на освоение каких-то новых компетенций, связанных со всеми изменениями, которые происходят в сфере образования. Конечно, остается проблема притока молодых кадров. Хотя за последние годы здесь тоже есть положительная динамика. В этом году увеличилось количество битуриентов, которые подавали заявления на педагогические специальности. И это тоже радует. Кроме того, увеличилось количество педагогов молодых, которые пришли работать в школу. А за счет чего? В том числе и есть педагоги, которые приехали из других регионов работать в Архангельскую область. Это происходит за счет того, что, во-первых, в Архангельской области сохранены все социальные выплаты, в том числе и социальные меры поддержки именно молодым педагогам. Уже не первый год из областного бюджета выплачиваются молодым педагогам пособия в размере 100 тысяч рублей. Есть социальное жилье, есть иные меры социальной поддержки, которые непосредственно на местах оказываются. Кроме того, для молодежи очень важно не остаться одному на рабочем месте, чтобы были те педагоги, те коллеги, которые помогают становиться и укрепляться в этой профессии. Поэтому у нас очень активно работает клуб «Учитель года» и клуб молодых учителей. Они встречаются, они общаются, делятся друг другом опытом, проблемами, помогают друг другу. И это тоже оказывает очень положительное влияние на то, что молодежь закрепляется в школе. То есть престиж профессии повышается. Елена Владимировна, ну сейчас только ленивые не ругают ЕГЭ, тем более не так давно этот экзамен сдавали дети в школах. Многие специалисты и родители прямым текстом говорят, экзамен, где по русскому языку можно получить высокий балл, провалив при этом синтаксис и пунктуацию, он не может отображать реальных знаний детей. Так ли это? Процедура ЕГЭ ежегодно меняется. В том числе меняются и контрольно-измерительные материалы. И сегодня все действительно понимают, что объективные картины по тому же русскому языку только если смотреть на результаты единого государственного экзамена у нас нет. Поэтому мы уже сейчас понимаем в начале учебного года, что контрольно-измерительные материалы по русскому языку в этом году претерпят изменения. Конечно же будет уход максимальный от тестовой части, которую называют в народе угадайка. Кроме того, рассматривается вопрос о том, чтобы ввести в единый государственный экзамен по русскому языку часть говорения по аналогии, как это уже есть в иностранном языке. И насколько мы сейчас владеем информацией, что в этом учебном году в пилотном режиме будет отрабатываться вот эта новая технология. Для нашего большого региона достаточно остро стоит вопрос с доставкой детей в школы. Идет ли замена школьного автопарка? Да, здесь тоже есть позитивные изменения. Во-первых, мы участвуем в федеральном проекте. Уже шесть автобусов в этом году новых мы получаем по федеральной программе. Все наши документы, которые необходимо было подготовить со стороны правительства Архангельской области, все подготовлены и направлены в Федеральное министерство образования и науки. Кроме этого, еще на июньской сессии Архангельско-областного собрания депутатов в областной бюджет также были внесены изменения. За счет средств областного бюджета на условиях софинансирования с местными бюджетами также приобретаются пять новых школьных автобусов. Заявки идут от муниципальных образований и на конкурсной основе эти автобусы будут приобретены. Я слышала, что в области появились школы, которые развивают российское школьное движение. Что это за организация и каковы ее цели? Это новая общественно-государственная организация, которая создана по указу президента Российской Федерации. Основная цель этой организации вовлечь наших детей в активную социальную школьную жизнь, учить жить в коллективе, учить принимать коллективные решения и, в общем-то, участвовать в созидательной деятельности. В Архангельской области для этой организации есть предпосылки. У нас уже на протяжении многих лет действует областная детская организация «Содружество детей Беломорья». В рамках этой организации ежегодно проходят различные акции, фестивали школьников. В общем-то, много полезных дел сделано этой организации. Кроме этого, у нас существует в муниципальных образованиях 16 муниципальных детских и общественных организаций. Юность Архангельска, Дети Пинежья и многие другие, которые также, в принципе, активно работают. И мы видим, интерес у детей есть. К этой деятельности. Буквально накануне нашей встречи стало известно, что представители Архангельской области стали чемпионами мира по судомоделизму. А вот насколько в Поморье уделяется внимание развитию технических именно кружков, секций? Да, действительно, мы рады за наших ребят. Они впервые стали чемпионами мира за многие годы. И в этом плане, так скажем, нам есть чем гордиться. И есть, так скажем, основания двигаться вперед. Сейчас мы готовим все документы по созданию детского арктического технопарка. Это будет некая такая сетевая модель взаимодействия образовательных организаций. И в ней будут участвовать как учреждения дополнительного образования, так и профессиональные наши образовательные организации, чтобы все то, что творят дети в кружках технического творчества, оно опять-таки было максимально приближено к будущему производству и носило практический характер. И у нас трудятся замечательные педагоги в этом направлении. Они есть в Архангельской области. За последние годы количество детей увеличилось, да, которые занимаются в кружках технического творчества. В последние годы активно развивается робототехника. И это не только городские наши, так скажем, да, округа, но и сельские муниципальные школы. Вот это радует. Это тоже, в общем-то, то направление, которое в перспективе получит свое активное развитие. Елена Владимировна, я благодарю вас за беседу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова